Несколько месяцев назад мы впервые приехали в гости Алисе Щедриной. Тогда она познакомила нас со своей страной чудес, которая умещалась в один кукольный домик. Алисе было всего 4, а вот сегодня уже 5, а ее сказочная страна из кукольного домика переместилась на детскую площадку. Лето – самая любимая пора девочки, в это время ее желания сбываются. В день знакомства малышка рассказывала, как мечтает бегать, прыгать, много гулять и летать, хотя бы на качелях, высоко-высоко. Лето для нас – это все-таки больше возможности выходить, так как гулять она любит, любит общаться с детьми, со сверстниками, чтобы шум, гам, все бегают, ей тоже этого хочется. У Алисы редкое генетическое заболевание – спинально-мышечная атрофия, по-простому атрофия мышц. И пока лекарства от этой болезни не придумали, с каждым годом болезнь прогрессирует. Маленькая Алиса в год делала свои первые шаги, а сегодня перемещаться во дворе она может только на маминых руках. И ходить, бегать и прыгать она, увы, не сможет. Зато гулять, пусть на коляске, желание вполне осуществимое. Выходить – это очень важно, потому что в любом случае сидеть и заперти дома – это не есть хорошо ни для кого, ни для здорового, ни для такого человека. А улица, воздух, солнце – это всегда полезно, витамин D. Еще в прошлом году Алиса могла находиться на улице хоть весь день и гулять в парке или путешествовать по городу тоже могла на специализированной коляске. Но Алиса, как и все дети, тоже растет. И своей старой коляске девочка больше не помещается. Так как ее коляска, в которую мы раньше выходили, можно сказать, тем летом мы уже из нее выросли, вот, пока коляски нет, мы ходим на руках. Естественно, это все не очень удобно. И, скажем так, время нашей прогулки сокращается, потому что таскать – это тяжело. Сидеть где-то тоже, но долго не просидит, потому что ей неудобно. Когда мы снимали Алису в первый раз, ее мама просила помочь с покупкой вертикализатора. Он, как и коляска, девочке жизненно необходим. Сборы на тренажер все еще идут. И пока сумма на вертикализатор не набрана, мама водит Алису заниматься на специальном оборудовании в благотворительную группу для особых детей в детском саду «Жемчужинка». Носит туда Алису на руках. Если копить на вертикализатор можно долгие месяцы, коляска девочке нужна уже сегодня, сейчас. Ведь лето быстро закончится, и сказочная страна с улицы вновь переместится в стены квартиры. Для таких детей много всего надо, и расставляется по приоритетам то, что более жизненно необходимо, в том числе питание, какие-то атрибуты, обихода. Коляска, которой нужна Алисе, стоит более 50 тысяч рублей. При всем желании купить ее сами родители девочки не могут. Для нашей семьи это приличная сумма. То есть, чтобы накопить ее, мы должны, можно сказать, полгода отказывать тебе во всем. То есть, во всем, во всем. Все, что касается тех же реабилитаций, продуктов, поддерживающей терапии, это все стоит очень больших денег. Как бы хотелось бы ребенку, своему ребенку хотелось бы дать по максимуму всего, чтобы жизнь ее была как-то более комфортна и доступна. Поэтому, если есть возможность, то я готова принять любую помощь. Если вы хотите оказать свою помощь семье, вы можете сделать это, позвонив по телефону 8 927 239 03. Мама девочки Ольга Щедрина. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok